Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 16 октября, Православная Церковь совершает память священномучеников Дионисия Реопагита, епископа Афинского, Рустика Пресвитера и Елеферия Диакона. Священномученики Дионисия Реопагит, епископ Афинский, Пресвитер, Рустики, Диакон, Елеферий, убитый в Галлийской лютеции, древнее название Парижа, в 96-м году, по другим данным, в 110-м году, во время гонения при императоре Домициане. Святой Дионисий жил в городе Афины, там же воспитывался и получил классическое еллинское образование. Затем отправился в Египет, где в городе Иллиополе изучал астрономию. Вместе с другом Аполлофоном он был свидетелем солнечного затмения в момент распятия на кресте Господа Иисуса Христа. «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир, видимый, кончается», – сказал тогда Дионисий. В Афинах, куда он возвратился из Египта, его избрали членом Ареопага Верховного Афинского суда. Когда святой апостол Павел проповедовал в Афинском Ареопаге, Дионисий принял это спасительное благовестие и стал христианином. В течение трех лет Дионисий был сподвижником святого апостола Павла в проповеди Слова Божия. Впоследствии апостол Павел поставил его епископом города Афин. В 57-м году святой Дионисий присутствовал при погребении при Святой Богородице. Еще при жизни Матери Божией Дионисий Ареопагид, специально приезжавший в Иерусалим из Афин, чтобы увидеть Богоматерь, писал своему учителю апостолу Павлу, «Свидетельствуюсь Богом, что кроме самого Бога нет ничего во Вселенной в такой мере исполненного божественной силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедуя пред Богом, когда я, Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Предо мною заблистало какое-то божественное сияние. Оно зарило мой дух. Я чувствовал благоухание, неописуемых ароматов, и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и небесной славы. От ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не были в памяти твои наставления, я бы счел ее истинным Богом. Нельзя себе и представить большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил. После кончины апостола Павла, желая продолжить его дело, святитель Дионисий отправился с проповедью в западные страны, сопровождаемые Пресвитером Рустиком и Диаконом Елеферием. Многих он обратил ко Христу в Риме, а затем в Германии и Испании. В Галлии во время преследования христиан языческими властями все три исповедника были схвачены и ввергнуты в темницу. Ночью святой Дионисий совершил божественную литургию в сослужении ангелов Божьих. Наутро мученики были обезглавлены. Святой Дионисий взял свою главу, прошествовал с ней до храма и только там пал мертвый. Благочестивая женщина Катула погребла останки мученика. Большое значение для православной церкви имеет творение, в древности приписывавшееся святому Дионисию Ариапагиту. До нашего времени из них сохранились четыре книги о небесной иерархии, о церковной иерархии, о именах Божьих, о мистическом богословии, а также десять посланий к разным лицам. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобного Дионисия Затворника Печерского в дальних пещерах, преподобного Иоанна Хазевита, епископа Кисарийского, блаженного Исихия Харевита, святителя Гафангела, исповедника, митрополита Ярославского. Совершается празднование Трубчевской иконе Божьей Матери. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры подогнал «Симон»